Я считаю так. Зачем он нам нужен? Меня зовут Савр Андреев, отчество Владимирович. С 79-го года рождения, с 4-го микрорайона. Я считаю, что среди нас, калмыков и граждан нашей республики, имеются сотни, тысячи достойных, чтобы занимать эту должность. Правильно, правильно. Нам не нужен никто. Мы сами сделаем этот город еще более прекрасней, еще более безопасней. Мы в состоянии это сделать. Это в наших силах. Хватит молчать. Надо действовать. Надо говорить. Надо добиваться. Уралам. Это наш город. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем цикл своих передач про граждан, которые пробудились, которые учатся, уже защищают свои права, говорят о проблемах. У нас сегодня Савр Андреев в гостях. Ознакомьтесь. Савр, привет. Меня зовут Савр Андреев Владирович. Сколько тебе летит Савр? Мне 41 год в этом году будет. Твой дедец какая чем-то занимается? Я работаю поваром. Практически уже 15 лет. Как говорится, бутчер, мясник. По мясу я. Савр, вот сразу начнем, да? Я увидел тебя, ну как были с Амальником, я тебя раньше видел, я знаю, что ты в 4-ом микрорайоне. Но я видел, я увидел, я был очень удивлен, когда я увидел тебя на, погоди, 7 дней первого к тебе, прошлого года, да? И твое выступление на митинге, да, на молебне, твое выступление, оно было одно из таких, для меня действительно, оно прям в сознании, оно так пронзило, да, моё, прям. И как бы очень оставило такое впечатление, да, на волне такого патриотизма. И вот я бы хотел, я еще тогда, когда, вот, думал, найти тебе, поговорить, чтобы и сегодня, вот, послеведине было удалось тобой. И вот, ну, расскажи, почему ты пришел, да, почему ты решил выступить? И почему ты потом резко так пропал, вот так, да? Ну, вообще, я националист. Ты националист. Да, я туда пришел из-за своих националистических взглядов. Я люблю свой город, я люблю свою нацию. И когда, вот, практически я это узнал, на коммуне этого молебня, на своих близких друзей, то, что, вот, пригласили какого-то, не есть кого, ну, не знаю, во мне всегда бушевало, ну, как бы, мои, мои взгляды. Я пришел, пообщался с людьми, они мне рассказали про этого человека, кто он, откуда он. Я вообще поразился тому, что, как этот человек вообще оказался здесь, когда столько вокруг, ну, замечательных у нас, ну, как бы, я не знаю, сказать, людей, которые проживают в нашем городе, которые болеют за свою нацию, за свой город, за свой микрорайон, за свой дом, за свой подъезд. И тут, бах, как с неба упал этот колобок, и я не знаю даже, как еще можно объяснить это все. Ну, я пришел, как бы, меня эмоции перехлестнули, я вышел, высказал свое мнение на этот, как бы, на эту позицию. Ну, то, что я, как, потом, ну, пропал, не пропал, ну, я работаю, у меня единственный выходной, это понедельник выходит. Да, все митинги, которые потом происходили, они как раз попадали в мои рабочие дни. Но я смотрел онлайн-трансляции, как бы, я все время это переживал за вас, как бы, за нашим, я считаю, тоже, как бы, в этом движении. Не сижу просто так, ну, работаю, как бы, с людьми, да, общаюсь, открываю глаза тем людям, которые голосовали, ну, можно сказать, не за того человека, не за того кандидата. Можно сказать, за это в период времени, да, уже, ну, человек 10 уже точно я переубедил, как бы, то, что, ну, не тот, не того человека они выбрали. Ты уже имеешь в виду главу республики? Да, я имею главу республики, вот, накануне которого были выборы у нас. Вот ты такую тему затронуешь, я националист, вот мы с Максом постоянно вот разговариваем, да, но, я думаю, ты, наверное, не в том смысле националист, что, ну, что для тебя национализм, как ты вот это растолкуешь, да. Ну, до этого я смотрел тоже ваши передачи, я их периодически смотрю, вот уже, согласен с теми людьми, которые тоже высказывают свои мнения, которые национализм, националист, это тот, который человек болеет за свою нацию, за свой народ, за свою республику, за свой город. Да, я с ним согласен, я тот человек. А, то есть, то, что любит свой народ, любит свои традиции, любит свои обычаи, ну, то есть, но при этом не причиняет, не, не, не говорят ничего негативно. Да, конечно, в каком, нет, другие национальности, ну, как бы, параллельно, по большому счету. Я живу здесь, я никуда не собираюсь уезжать, поэтому я хочу, чтобы мой народ, моя семья, мои родственники, мои близкие здесь жили хорошо. Вот поэтому я здесь с вами беседую, и поэтому и там я выступал, и поэтому, ну, я продолжаю, как бы, бороться за нашу идею, за наши взгляды. Отлично стало. А вот, я вот этот вопрос все время задаю, да, вот, я был на всех митингах, на всех митингах, и вот, самый, самое то настроение, да, которое было, наполнило мне патриотизма до энтузиазма, и это был митинг, молебен. Вот, внутри, когда ты находился, вот, и ты почувствовал какие-то, вот, определенные эмоции, ты можешь мне это прокомментировать, рассказать, вот, как ты почувствовал себя. Вот, я говорю, я был очень сильным читал, вот, именно 1 октября. Не 13-го, там, не 29-го, не, да, именно 1 октября. Ну, да, я считаю, ключевой митинг-молебен был, конечно, 1 октября, самое такое воодушевляющее, после которого началось стихийное такое движение. Да, я был там, меня просто перехватило, знаете. А почему ты решил выступить, да, из-за этого, да? Почему ты решил выступить? Я захотел высказать свой взгляд на эту ситуацию. То, что происходило и происходит сейчас, это неправильно. То, что кто-то, кого-то сюда прислал, по каким-то этим. Ну, нельзя так делать, когда вокруг сидят без дела свои же соплеменники, практически. Очень толковые молодые ребята, которые хотят, которые могут, всей душой, да, могут. Вот, прям, прям, есть желание, реально есть желание поднять этот город, поднять каждого человека. И когда вот, бах, я не знаю, кто такой, прислали, и все. Да, возмутило меня просто. Очень сильно меня возмутило. Ты голосовал в 8 сентября? Да, я голосовал, конечно. Выходил, да? Да, я стараюсь всегда ходить на голосование, ну, чтобы потом уже не воспользовались моим бюллетенем. А то есть ты понимаешь, что надо ходить на голосование? Хотя бы, там, испортить его, там, или проголосовать за другого какого-то кандидата. Ну, меня отец с детства учил болеть всегда за тех, кто слабее. И когда я вот хожу, у меня вот в армии в первый раз пошел голосование, Голосование, это как раз было первое, первые выборы Путина. Нас в Ленинской комнате, там, простудировали, вот, такой-то, такой-то человек, за него надо проголосовать. Мы, там, вышли из воинской части, пошли в ближайшую школу, да. Я все равно, ну, там же никто же не смотрит, я все равно, ну, не проголосовал за ВВП. Ну, как бы так. Потому что, ну, как голосовать за того человека, когда все за него голосуют, надо же, как-то, и помочь отстающим. Тогда я думал, в такой ситуации. А сейчас, в это голосование, когда я ходил, ну, я намеренно не голосовал за Хасикова, потому что я не считаю его, как бы сказать, предводителем народа или главой республики. Слабый человек. Слабый, в том смысле? Нет опыта, нет опыта. Человек должен находиться во главе, который имеет опыт. Этот человек, ну, не знаю, где он работал до этого. Там, как по кумовству его запихали в Совет Федерации, потому что-то еще. Но это же не есть работа. Человек, который должен руководить регионом, национальным регионом, даже не Россия здесь. Особенности здесь всякие есть, национальные. Он должен знать, должен этот человек практически всю свою жизнь прожить в этом регионе. Знать проблемы, да? Да, знать проблемы, ну, естественно, выходить. Но этот человек, ну, он не был здесь. А вот когда его 20 с какого-то там марта назначили сюда, исполняющим обязанности, были ли у тебя определенные там одежды какие-то, то, что он сможет там вывести регион там передовый? Ну, хотя бы улучшить жизнь нашу. Нет, сразу, сразу скажу, что нет. Где-то за неделю до этого, как его назначили, ну, уже как-то информация была, то, что он будет, то, что его предоставить ему такую возможность. Нет, я не был в нем уверен прямо с того момента. Просто я уже точно знал, то, что если он придет, он подтянет за собой, ну, крылатого человека, которого он и в конце концов и поставил совете федерации. Я эту ситуацию уже всю предвидел, и поэтому я знал то, что ничего хорошего... Для этого не выйдет. Не выйдет, да. Ну, и как все мы видим, нету ничего. Что он сделал? Он еще раз в сегодняшнем дне, ну, опозорил просто себя и все. Ну, да, если с учетом сегодняшнего дня, я с тобой согласен. Так, сам вот еще вот... Такой вопрос. Если ты смотришь наши передачи, это, постоянно, да, я вот... Я сторонник того, и вообще у меня идея такая, научите, чтобы мы научились, да, мы жители республики, научились выбирать, и при этом выбирать правильные правильных людей. Вот ты вот сейчас для меня пример того человека, который ходит на выборы, да, и чтобы ты посоветовал тем людям, да, которые... Вот бюджетники. Я вот видел, да, потому что я на этих выборах находился постоянно, я видел, как наши люди бегут голосовать до 12 часов, им говорят, проголосуйте все. И они бегут, бегут там из полицейских машин, выбегают там, в халатах вот этих медицинских, да, вот... Что ты им скажешь? Да, я тоже сталкивался с этой темой, ну, как бы я никогда не работал в бюджетной сфере, но у меня были близкие, у которых и жены, там, сестры работают, их даже заставляли, там, не знаю, фотографировать свои бюллетени, там, приводить, там, один человек, там, бюджетник должен привезти, там, семь человек, там, ну, конкретно, чтобы эти люди проголосовали за данного человека. Ну, я считаю, мне надо бояться, я хотел бы вот им сказать, бюджетникам, да, да, ситуация, конечно, у нас в республике тяжелая очень. Каждый держится за свое место, каждый держится за ту монету, которую, ну, получают, да, получают, их можно понять, конечно, да, ну, 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 не бойтесь, люди, сделайте один раз грамотный выбор, и тогда, я думаю, мы все начнем уже более-менее жить нормально. Вот, в следующем году у нас идут выборы в Госдуму, в двадцать первом году, в следующем году, вот, я считаю, то, что сейчас, вот, правильно вы делаете, вот, надо освещать всю деятельность этих недобросовестных чиновников, надо показывать народу, то, что, как они не работают, или как они работают, ну, по большому счету, они не работают, надо освещать это и открывать людям, вот, это все, это все позорище, просто-напросто, и надо, вот, уже сейчас, я так думаю, ну, готовить кандидатов в выборы в Госдуму, вот, вот, от народного, вот, нашего фронта, наверное, вот, надо... Народного, как кандидатов. Да, потому что, вот, нам надо идти во власть, вот, 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 прямо сейчас надо, вот, готовить платформу, идти во власть, когда, если мы, я так думаю, ну, процентов тридцать может быть от населения, в среднем, они с нами, то, у нас есть шанс одного человека продвинуть в Госдуму, если человек наш попадет туда, если это будет реально наш человек, то ему будет, и нам будет легче смотреть и регулировать работу здешних наших местных чиновников, ну, как бы, вот так. Хорошая идея. А вот, а, давно ли ты интересуешься политикой? Почему это тебя затрагивает? Почему ты, то есть, такие вещи делаешь, вот, про выбор, Госдуму, про, про плану? Давно ли ты? Как, как-то получилось, что ты стал интересоваться политикой? Ну, как, как-то получилось, что она начала тебя задевать, вот так вот. Ну, просто надо стоять, увидел все то, что творится в этой стране, вот, те неприятные вещи. Это, знаешь, из цикла, извини, верю, из цикла вопросов, где вы раньше были, вот, нам, нам задают, вот, что ты ответишь по этому поводу? Мы думали, да, вот, пришло время, мы додумались, как бы, увидели это все, ну, это вообще безобразие, то, что сейчас творится, я не знаю. Ну, то, что сейчас творится в России, да, это, конечно, нас касается, но я считаю, то, что, то, что там творится, ну, мы должны сделать здесь, для себя нормально. У себя в республике, бог с ним, с ними там, главное сделать у нас здесь, чтобы наш народ, чтобы наша республика, все проживающие граждане здесь, жили нормально. Тогда уже, я так думаю, ну, пойдет, как цепочка домино. То есть, ты думаешь, что мы можем быть примером? Мы калмыки, может быть примером для всей России. Ну, калмыки всегда были для всех примером. Если мы все правильно сделали? Да, если все правильно, грамотно подойти, все по закону, чтобы это все было, да, есть реальный шанс, есть реальные шансы добиться этого. Конечно, там, ну, я так думал, ближайшие, наверное, 10-15 лет, наверное, нам понадобится для осуществления наших планов. Ну, надо будет работать. Надо работать, да, надо работать с людьми, с электоратом. Надо добиваться того, чтобы они шли голосовать осознанно. Вот и все. Мне очень приятно, что вот такие вещи, которые вот я, действительно, я вот эти вещи культивирую, чтобы вот мы сейчас хотим даже начать учебу наблюдателей. Вот с марта месяца или с апреля мы начнем на каждом. Вот так вот. А вот ты понимаешь то, что ходить на митинги, да, там, стоять в пикетах, ну, да, на митинге и пикетах, это... Малое, это минимум. Меню, тот минимум, который должен делать гражданин. Но чтобы для того, чтобы развить то, о чем мы говорим с тобой, да, чтобы выявить на выборы, чтобы развить то гражданское общество, о котором мы говорим, ну, нужно делать что-то большее. Ты согласен, что бы ты мог бы сам от себя сделать, кроме того, что ты ходишь на митинги? Ну, наверное, работать с народом надо. Ходить на митинги это раз, да. Пикеты это два. Вот даже вы снимаете видео, да, ну, видно по людям, вот, проходящие мимо, вот, видно то, что они, ну, это все понимают, да, боятся, боятся, вот что. Вот надо, я не знаю, как это, надо вот с этим бороться, с этой боязнью. Вот как надо обидеть этот страх? Вот твое мнение, вот как, ну, бывать или, наверное. Ну, не знаю, наверное, надо сажать чиновников, наверное, в тюрьму побольше, пачками. Прям реально надо брать их и сажать. Ну, для этого нужно, чтобы работало и МВД с нами. Ну, этого нету. Они же все работают по указке. Человек пришел новый. Вот он указал, изгнали, побили, посадили. Вот, пожалуйста. Я думаю, этот человек даже сейчас уйдет, другого поставят. Его же тоже, братьев, сестер, кто там сейчас у него сидит. То же самое будет. Погонят, будут сажать, это все. Надо работать с людьми, надо, как бы, я не знаю, как сказать. Ну, я хальмык, я калмык. Это у меня внутри, я не боюсь. Я вот не понимаю тех людей, кто боится. Я вот их не понимаю. Ну, как так бояться? Ну, что такое? Я и не могу, поэтому я сейчас выскажу, сказать, как с людьми разговаривать. Ну, на чем я ты выступил на медико живой, работает? Чего-чего-чего-чего такого? Ничего страшного, не случилось. Не, ну, да, конечно. Ну, почему другие вот, ну, сомневаются, боятся? Вот, вот, я не знаю. Вот, я никогда, я с детства, ну, ничего никогда не боялся. И вот не понимаю людей других, как они так, ну, не могут прийти и высказать свое мнение. Ну, здесь больше, наверное, мужество гражданское должно быть, да? Не в это смелость-то, там, подраться, там, что-нибудь такое, а вот мужество гражданского. Смелость гражданского. Ну, да, конечно. Ну, сейчас же, видите, всех посадили на копейку. Вот, на мизерную копейку. Вот они, вот, и весь народ вот так душит, блядь, этих. А сегодня была ситуация, смотрите, вот, на митинге, на панель, вот, Макс обугался с представителем с Белого дома, с администрацией. Наблюдал, да. Три наблюдал, да, и Макс, вот, условала Макс, а были так, что, вот, и за, вот, митинг, ты знаешь, по какому поводу, и вот, кричуя за 15 тысяч, он ему говорит, вот, вот, вот эта ситуация, как ты прокомментируешь? Можно ли так делать, ну, за 15 тысяч в месяц? Ну, у него нету другого выбора. Это его карьера. Ему скоро этому человеку на пенсию идти. Вот он и давится за это все. Да, это правильно. Ну, судить я не могу людей. Чтоб судить людей, надо пройти в его тапках всю жизнь. Ну, я считаю, что это неправильно. Нужно пробуждаться реально. Ну, а может быть, вот, мы с тобой, да, вот, Макс, да, мы думаем, что это, да, вот так вот, нас это коробит, да, там, здесь где-то стучит, мы возмущаемся. А для них это не так. Да, есть и такие люди, да, конечно. От меня вот это больше всего возмущает, чем? Вот именно вот поэтому надо работать с людьми, надо им прямо эти глаза открывать, насильно открывать им эти глаза. Они неправильно думают. Просто вот за эти, не знаю, вот, Советский Союз гнобил людей, вот, довел до такой степени. И вот эти 20 с чем-то лет, да, шахматист, блядь, потом птица, блядь, сейчас боксер, блядь, спортсмен, блядь, начинают дальше, ну, уничтожать, вот, я у человека. И они, я не знаю, идут на поводу, реально идут на поводу, я не знаю, вот, им кидают какие-то там серебряники, блядь. Бусы. Ну, бусы, да, и они, вот, увидев это, начинают молиться, падать в ноги, блядь, говорить, да, они работают. Что они работают? Вот как мы наблюдали до этого, да, работу всего, вот, человека Орлова, да? Он все федеральные движения, блядь, подводил под себя, вот, то, что пришло с России, он говорил, это я сделал, я вот так, блядь. Что сейчас делается? Да практически то же самое, у них одна и та же, вот, это, блядь, линия. Ну, нету такого, нету работы. Вот человек этот, да, сколько он уже здесь сидит? Уже практически скоро будет год, да? 20, какого, 21, да, что он сделал? А, кстати, уже скоро будет год. Да, что он сделал? Я вообще не вижу ничего. Вот меня вот оскорбило, вот вы делали программу или просто высказывались о премиях, да? То, что вот, ну, да, там, они подняли, там, да, ну, там, престиж республики, там, или что они там, ну, выполнили, да, какие-то, да, какие-то, этот. Не вижу я этого. Я у каждого человека, вот, спрашиваю, с кем я беседую, вы видите это? Вы что-нибудь, я не знаю, вы получили от этого? Нету ничего. Работает просто федеральная какая-то программа, там, две-три программы. Все, больше ничего нету. А они, бах, себе, блядь, провыписывали. Ну, как так? Ну, я считаю, это вообще несправедливо. Это неправильно, блядь. Когда народ, у нас каждый четвертый человек в республике живет за чертой бедности. Три с половиной процента людей от населения Калмыкии живет за чертой крайней бедности. И они себе выписывают, блядь, многомиллионные премии за то, что они ничего не сделали. За то, что они, вот, ну, бумагоморатель свои начинается. Просто они это все на бумаге. Они вот сюда пришли для того, чтобы себе плюсов наработать. Они не хотят работать, им проще это все сделать на бумаге, подать, а там же никто не будет проверять. Правильно? Вот как на всю страну, да, на весь мир Орлов заявил то, что там вода пришла откуда-то, да? В его комнате. Ага. Я какой-то увидел, я просто обалдел. Ну, это, я даже, ну, я не знаю, насколько быть подным человеком, обмануть главу государства. Я понимаю то, что он тоже такой же, там, обманщик. Ну, кто-то боксим, ну, это на всю страну прошло. А мы здесь сидим, такие, с открытыми, амангачка, вот так, блядь. И ничего не видим. Ну, это, это вообще поразило меня вообще сильно. Я, ну, я не вижу в этих людях свободы нашего народа. Я не вижу процветания нашего народа. Интересы к этому. Да, эти люди просто приходят сюда сделать свои какие-то дела, поквитаться с кем-то, засунуть своих людей на нормальные должности, зацепить бабки, воздух. Все. Мы для них, ну, ничто. Ничто. Они пальцем об стол не ударят, чтобы у нас было что-то хорошо. Мне просто очень обидно, да, ну, за тех бабушек. Эйджи А выходят. Ёлки-палки, ну, ну, малообеспеченные семьи. Но я вижу просто, я поседневно встречаюсь с такими людьми, да, вот, реально, которым не хватает. Реально, которые бедствуют. И они ничего не делают для этого. Просто балабулят. Условия не создают никак. Ну, Сару. Вер, я купю по помощи, да, достучалась по 12-й школе, помнишь, до Бутина? А, ну, да, да. Вот я специально ее привел, чтобы показать, что она пример. Короче, вот, чтобы пример, как добиваться своего, защищать свои права. Вот так вот. Все, ехать не нужно. Ну, Сару, вот, очень впечатлен, да, на твоими высказываниями. Вот, не ожидал, что ты так будешь реагировать, да. И вот еще один вопрос. Каким должен быть глава республики, на твой взгляд? На сегодняшней ситуации в регионе, каким должен быть глава этого региона? По твоему мнению. Да, я бы сказал бы то, что даже не на сегодняшнее. Всегда у человека должна быть совесть. Это самое-самое главное у человека. Совесть. Образование не имеет значения. У человека должна быть совесть. У этого главы будет много помощников, советчиков. По каким-то вопросам ему подскажут. Самое главное, он должен обращать внимание на те реальные проблемы, которые существуют. Я, наверное, думаю, а самый главный советчик у человека это совесть. Вот и все. Твои внутренние я, да? Да. А у тебя есть знакомые из депутатов Алисинского городского района? Ну ты же в городе давно живешь, что ты за это так спрашиваешь. С некоторыми людьми, да, я знаком. Но чтобы общаться, ну такого нет. Узнаю, видел, пересекались, да. Ты знаешь, скоро вот конкурс будет, да? Будет избирать главу города. Уже положение о конкурсе было. Это совершенное положение. Принято. Чтобы ты, вот как житель, если ты коренной, да, я понимаю, житель, если ты, посоветовал бы избранным депутатам когда-нибудь выбирать главу нашей столицы. Наверное, по им бы посоветовал меньше брать серебряников за это. Ну, все. Их, ну, уже никак не переубедить, они уже все замараты там, этой грязью. Я вот с тобой не соглашусь, я думаю, вот ты же видел, сколько эфиров, да, с депутатами на нашей. Мне кажется, там, дело не в серебряниках, а дело в том, что вот они же говорят, Бату сказал, я его, 8 сентября я сделал свой выбор. Вот так начинается у них ответ на вопрос, почему вы избавили Трапезникова. Да нет. В учетом моих вот пояснений, что бы ты им посоветовал. Ну, знаю, наверное, нужно им головой, наверное, больше думать. Думать о своих детях, о родственниках, о соседях своих, наверное, о окружающих. То, что мы сейчас здесь живем, и мы будем жить, и мы будем с вами общаться здесь. Никуда никто здесь никуда не денется. По сравнению с Трапезником. Да, по сравнению с этим человеком. Просто я их тоже понимаю, да, и по голове им дали, сказали выбрать. Они грибами махнули в унисон, сделали свой выбор. Нет, ну, на тяжелесо, это там же, большой вопрос. Что грибами махать? Можно по-другому понять решение? Не знаю. Ну, как есть, сделают они, вот мы же увидим это все. Выберут этого человека. Да я уверен, что они... Вот этот пляшивый колобок... Ты специально не называешь его по фамилии, да, имя? Ну... Вот я его забыть в внимание. Ну, западло. Вообще, вот честно, вот западло. Видеть этого человека. Фамилию его называют, имя, фамилию. Этот человек не достоин находиться на нашей земле, за которой наши предки проливали кровь. А тут пришел какой-то Остап Бендер, блядь. Хочет, я не знаю, там, нам городить какие-то вещи, которые совсем нам не нужны. Да и вообще, вот, ЭГС, да, вот, собрание... Ну, наверное, вот в этом году, да, делали дороги, или в прошлом году эти делали дороги, да? Наверное, это было другое ЭГС, да, которое все это подбило. Меня просто возмущает, я не знаю, тут тратятся деньги, ну, не туда. Вот, я бы им, наверное, посоветовал, наверное, голову, наверное, включать свою, как мне отец говорил, бестолковку, блядь. Думать, куда деньги втыкать. Ну, вот, меня просто возмущает вот то, что, вот, видели же, да, Ченкушево проспект. Ну, повтыкали везде вот это ограждение, или ведь, как оно, перила везде, да? Ну, повтыкали, ну, местами, кусками. Зачем это нужно было? Ну, представляете, это два раза в год надо этих, ее же красить. Да сколько килограмм краски этого? Сколько денег будет уходить? Да и зачем? Ну, не было там. Этого ограждения нету. Ну, по Пушкину же нету? Нету. Ну, а зачем там втуткнули? Да сколько денег угодно. Скоро на Пушкину поставить? Ну, воткнитесь, делайте дорогу на северо-западной, ну, на южной. Ну, люди же там же нуждаются. Я не понимаю, вот, ну, что вы там сидите? Чем вы вообще там занимаетесь? Вот, меня это очень сильно, вот, возмущает. Я вообще не представляю. Вот, вот, нет слов, нет слов. Сар, вот как ты думаешь, что на наше движение, да, все, влияет ли она на уровень национального самосоздания нашего народа? Да, да, я вот конкретно знаю несколько людей, которые, ну, после этого движения, да, они прям преобразились, они начали вот двигаться в правильном направлении, как бы, у них, они начали нормально, вот, обдумывать, думать, взвешивать решения, как бы, ну, ну, и, конечно, я их как-то переубедил, да, и вообще, мы им тоже близкие помогли. Как бы, да, вот, есть люди, которые, и это движение очень сильно влияет. Надо продолжать, надо работать с людьми. Надо вот дальше продолжать действовать, как бы, не прекращать это движение. Это должно быть, как цунами, да, все больше, за волной и за волной надо идти. А тогда только сможем. Только мы сможем, и мы сможем, мы победим. Это просто, ну, во времени. А так, победа будет за нами. Вот ты говоришь, совесть, да, вот, самое главное, Мирилла, это совесть, да. А вот я, вот у меня мнение, вот такое, да, совесть, ну, совесть, это да, благородство, правда, да, самое главное, уже по-честному. Вот, мне кажется, уже время пришло, вот, люди честности хотят. Ты согласитесь с моим таким рассказанием, или? Да, не то, что люди честности хотят. Устали уже от этого бордата. Да, люди хотят справедливости. Да, ну, справедливости в жизни не существует. Это, ну, придуманное людьми такое понятие справедливость. Его, на самом деле, нет. Относительно. Ну, да, как бы, это, она и справедливость относительно каждому человеку. Она по-разному, ее нету. Я считаю, то, что, да, вот ты правильно сказал, хотят правды. Ну, правда, она бывает и колкой же. Поэтому люди боятся правды. Бог его знает, как она ударит, это правда. Надо к этому делу очень грамотно подходить. Надо выборочно, выборочно бить. Все, будем. Что бы ты, что ты посоветуешь нашим ребятам, активистам всем? Ну, наверное, здоровье больше всего, я вам посоветую, да. Вот сейчас были пикеты, было прохладно. Я, прям, реально переживал, смотрел, как бы, не участвовал, но я с вами был, переживал. Здоровья вам желаю. Бодрости духа. Не отчаиваться. Подолжать в таком же направлении. Ну, и, конечно, наверное, побольше, наверное, как бы, финансовых удач. Потому что без денег сейчас не построить политику, да, и дальнейшее такое политическое движение. Вот, как бы, вот нужно какое-то вливание, чтобы это движение, да, прям, ударило им в горло. И здесь ты будешь согнать. Есть ли еще желание о чем-то высказаться? У меня принесет по вопросам все. Ну, хотел бы просто людям сказать, Расуня, есть такой момент, вот, будьте добрее друг другу. Люди, просто будьте добрее. Помогайте друг другу. Вы же видите, что кто-то не способен или у него какие-то проблемы. Помогите. Не требуйте взамен что-то. Вот и все. Итак, и так, дорогие друзья, это был Савва Андреев, обычный парень четвертого микрорайона, который, по моему мнению, он пробудился. Спасибо. 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 Спасибо.